Приветствую, на связи Дмитрий Гончаров. В этом видео мы поговорим с вами про обновление шаблона Helix Ultimate 2.0 до версии Альфа 6. Что же было сделано в данном шаблоне? Было проработано меню, было проработано мобильное меню и сделаны некоторые обновления. Итак, заходим в наш шаблон, в новый, да, то есть это Helix Ultimate 2.0, у него изменился интерфейс после входа в админ, куда в настройки шаблона. У нас сейчас панель здесь перемещается, мы можем ее двигать куда нам угодно и там производить настройки. Но об этом я рассказывал в прошлом видео, кто не видел, посмотрите, сейчас ссылочка появится здесь наверху. Что касается меню, если зайти в основные настройки и в раздел хедер, то мы вот эту панель можем с вами настраивать. В прошлых обновлениях были добавлены вот эти шесть вариантов, это именно положение самой шапки, именно ее элементов, да, туда добавили они и поиск, и авторизацию. Но тут еще было сделано улучшение в виде вот этих дополнительных трех экранов, то есть меню здесь реализовано именно в модальных окнах. Это когда при нажатии на пункт меню, ну на вот это вот, да, на гамбургер, у нас всплывает окно, и в котором уже у нас отображается меню. То есть это полноэкранные такие модальные окна. Ну что, давайте попробуем, выберем первый вариант. Показывать я буду, наверное, сразу на сайте, чтобы у нас было более наглядно это видно. Нажимаем сохранить, давайте перейдем на наш сайт. Первое окно у нас получается выглядит вот таким образом. У нас есть логотип, у нас нет ни меню, ничего, да, здесь у нас есть гамбургер. Нажимаем, у нас отпустилось модальное окно, как бы сверху такой эффект, да, разворачивание. И здесь мы видим наше меню. Тут мы видим, что есть и выпадающие менюшки у нас, да, появляются. Не знаю, как насчет там третьего уровня, пока не проверял, да, то есть у нас вот второй уровень выпадает в сторону. И в правой части мы видим, здесь у нас есть строка для поиска по сайту. Он ищет по стандартным материалам, то есть он не ищет по странице у нас по патчбилдеру, но он ищет только по материалам джумла. Ну, по крайней мере, пока я так заметил, возможно, что-то там и поменяется. Дальше есть у нас блок контакты и блок социальных сетей, то есть это тоже все настраивается. Отлично, идем дальше. Следующий у нас вариант, это вот этот, да, модальное окно по центру. Выбрали его, нажали сохранить, переходим. Давайте обновим страничку, посмотрим, что у нас здесь. Видим, что у нас есть логотип, у нас есть гамбургер и вывелись еще контакт. Нажав на менюшку, мы видим, что у нас здесь строка поиска на всю ширину и ниже у нас пункты меню с выпадающими менюшками. То есть мы социальные иконки вывели, ну, не социальные, а именно контактные данные вывели в основное меню. Хорошо, и следующий момент. Так, последнее окно. Нажимаем сохранить. И обновим. Все, здесь ничего не поменялось, но у нас поменялось вот это вот окошко. То есть сейчас социальные иконки у нас ушли вниз и слева у нас наши пункты меню. Насчет вот этой фоновой картинки я пока не разобрался, как она меняется. Возможно, конечно, пока нет таких настроек, но я думаю, что они появятся. Здесь есть возможность загружать какую-то фоновую картинку, но почему-то я ее загрузил, но она здесь не применяется. Пытался сбрасывать кэш, но что-то не пахнет именно это, не пахнет фоновым изображением, да, поэтому посмотрим в дальнейшем, как они все это исправят. Плюс здесь можно также настраивать меню of canvas. То есть это меню, которое появляется на мобильных устройствах. Перейдем в раздел меню и пункт of canvas. Здесь мы также видим, что у нас есть возможность выбирать три варианта. Они примерно одинаковые, просто там различных функционалов. Например, если мы выберем выравнивание по левую сторону и нажмем сохранить. Давайте перейдем здесь в мобильную версию. Через F12, ну давайте где-нибудь 400, так, 480, да, возьмем. Так, обновим страницу. Вот, нажимаем и у нас появляется вот такое of canvas меню. То есть это простое меню. Здесь появился логотип, раньше его не было. И пункты меню. То есть здесь ничего такого сложного нет. Крестик, все, обычное мобильное меню. Следующий вариант. А, ну да, смотрите, оно простое, но здесь можно дополнять это меню различными вариантами. Плюс к тому, что раньше для того, чтобы вывести вот это меню, нужно было в админке назначать модуль меню в позицию of canvas. Сейчас это можно сделать, будет из шаблона. То есть мы просто-напросто в canvas меню присваиваем нужное нам меню. То есть мы создаем меню в Joomla заранее, да, по умолчанию в main menu. Но можем любое сделать. И можем здесь его просто выбрать, и оно будет выводиться в этой позиции. Раньше нужно было заходить именно в админку, в модули, и там создавать менюшку в этой позиции. Плюс здесь можно вывести по умолчанию поиск, авторизацию, социальные иконки и контакты. То есть если сейчас здесь ничего нет, то здесь выбрав нужный вариант, например, поиск, там, социальные иконки и контакты. Мы нажимаем сохранить. Идем на главную страницу, обновимся, нажимаем. И все это у нас выводится. То есть у нас вывелся поиск, у нас вывелись контакты и социальные иконки. То есть это мы можем здесь дополнять каждому меню. Выберем, например, вот этот вариант. Сохраним. На главную обновимся. Все, здесь в принципе ничего не меняется. Единственное, добавляются вот эти разделители между пунктами меню, да. То есть меню становится такое подчеркнутое. Остальное все осталось на месте, как и было. Ну и последний вариант, выравнивание по центру. Нажимаем сохранить. Тут все то же самое, только у нас пункты меню стали по центру, да, относительно вот этого полотна. Ну и остальные все тоже получаются контакты. Социальные иконки, все выровнялось по центру. Так, мы можем это все отключить. Поиск, социальные иконки, контакты. И у нас будет простое просто меню, которое будет выровнено по центру. То есть здесь сейчас стало гораздо больше вариантов отображения меню, чем это было в первом Helix, да, где, в принципе, в этой позиции, кроме как меню, больше ничего не выводилось. То есть можно было что-то вывести, да, какие-то дополнительные модули, конечно, сюда, в эту же позицию. Но это была дополнительная работа. Сейчас это можно, вот, как минимум, стандартные данные вывести просто из самого шаблона. Отлично, с этим мы с вами разобрались. Следующее обновление, это была добавлена возможность вставлять неограниченное количество кастомных файлов. То есть кто работает с шаблоном, давно знает, что для того, чтобы переопределить стили, там, цвета, отступы, размер шрифтов и так далее, в стандартном шаблоне, в стандартном файле стиль, нужно создавать файл custom.css. То есть мы что делали раньше, да, мы заходили, например, в директорию сайта, заходили в папку templates, папка Helix Ultimate, и вот здесь во вкладочке, ну, в папке CSS создавали файл custom.css. И в нем прописывали все стили, которые нам надо изменить в шаблоне. Это делается для того, чтобы, когда вы обновили шаблон, пришли обновления, все ваши изменения не затерлись. То есть стили в файле custom.css, они выше по уровню над стилями шаблона, и поэтому мы бы их никогда не стерли. Так вот, сейчас они сделали такую возможность, что можно создавать не только один файл custom.css, а большое количество разных файлов стилей. Но это касается не только стилей, еще именно можно здесь создавать javascript файлы и файлы scss. Это тоже стили, но это сделано с помощью, делается с помощью переменных, но там более сложнее, чем просто css. Но кто разбирается, тот поймет, о чем я говорю. То есть вот эти три параметра, css, javascript и scss, можно делать кастомные, да, свои версии вот этих вот файлов и скриптов. Как это делается? Покажу на примере именно css, потому что javascript я не пользуюсь, не работаю с ними, а css зачастую приходится, да, использовать. Я здесь создавал custom.css файл, но сейчас нужно делать по-другому. Мы создаем здесь просто каталог и называем каталог custom. И зайдя в этот каталог, мы уже здесь начинаем создавать наши файлы стилей. Итак, первый файл у нас будет, создадим новый файл. Это все можно делать на хостинге, но я делаю уже через свою программку, да. Custom CSS, отлично. Мы его создали. Так, вот мне здесь нужно что-то прописать. Вот прописал, как будто я какой-то код сохранил. Вот он у меня появился. Следующий файл, например. Здесь я прописываю стиль, например, для шаблона, да, самого, какие-то основные настройки. Дальше у меня есть, например, страничка, ну, моего какого-то продающего лендинга. И мне нужно непосредственно на этой странице сделать какие-то тоже стили, например, да, какое-то переопределение, либо какие-то форматирование. Мне нужно сделать нестандартное, да, либо верстку. И мне раньше приходилось все это писать в одном файле. То есть сначала один код, потом второй код. И все это перемешивалось. Сейчас это можно разделить. Ну, например, давайте создадим файл. Ну, не кастом, а page1. Page1. Нажимаю ОК. Ну, давайте здесь пропишем по код, просто чтобы мне позволило создать файл. Вот. Можно также сделать page2, page3 и так далее, да. Давайте еще создадим page2, например, чтобы уже для наглядности. Все, пропишем что-то, сохраним. Все, видите, у нас появилось три файла стилей. Если мы сейчас перейдем на сайт, обновим страницу и зайдем в код страницы, просто просмотр кода, то мы увидим, что в хедере у нас с вами подключились три наших файла стиля. То есть раньше только кастом подключался, сейчас, если мы размещаем вот в этой папке какие-то CSS файлы, они автоматически подключаются в хедере, да. Соответственно, будете публиковать скрипты в папке JS, да, то есть создаем там папка JS. Создаем в ней папку custom и в ней создаем свои JS, JavaScript файлы, да. Все, после этого они будут здесь также подключаться. Я считаю, что это очень удобно, что есть куда это применить. Но, понятное дело, что нужно иметь в виду, что большое количество файлов, подключаемых в хедере, оно немножко замедляет загрузку страницы, да, но не критично, я думаю. Поэтому, если будет хотя бы, ну там, кастом еще какой-то файл, то, в принципе, думаю, ничего страшного в этом не будет. Ну, по крайней мере, то, что нам дали свободу выбора, дали возможность подключать дополнительные файлы, появился дополнительный функционал, это, конечно, радует. Дальше, что еще было сделано из исправлений? Раньше, возможно, вы замечали, что у нас вот этот вот хедер при прокрутке страницы, в случае, когда он закреплен, то есть, включая настройка стики хедер, страничка прыгала. То есть, когда пришла прокрутка, вот эта вот панель, она резко появлялась, и страница получалась, скакала. Сейчас же, вы обратите внимание, при прокрутке она появляется плавно, видите, вот раз, раз. То есть, они это исправили. Этого у нас не будет больше, вот этой ошибки. Все. Остальное, в принципе, ничего не поменялось особо, поэтому ждем новых обновлений, да, то есть, это уже альфа-6 версия. Я не знаю, сколько у них еще планируется версий, когда будет бета-версия, и еще должна быть версия релиз-кандидат. Но надеюсь, что через пару месяцев мы с вами увидим уже официальную версию шаблона Helix Ultimate 2.0. У меня на этом все. С вами был Гончаров. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, отмечайте колокольчик обязательно, чтобы узнавать о новых видео и прямых эфиров. Напоминаю, что я сейчас провожу на постоянной основе прямые эфиры по воскресеньям в 8 вечера по Москве. Поэтому приходите, пообщаемся, задавайте вопросы. А на этом у меня все. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»